То, что было и то, что стало, это и есть значение метафоры небо и земля. Автомобиль для мужчин, которые знают автомат, знают нож, переваривают гвозди и могут спать по три часа в сутки. Автомобиль, который призван перевернуть ваше понимание G63 AMG и не перевернуться самому в самом простом повороте. Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSC OFF. Как вы уже поняли по прекрасному фону за моей спиной, мы приехали в культурную столицу России, в город Санкт-Петербург. И приехали не просто так. Мы привезли сюда новый GELIC 6.3 AMG. Мы так хотели, так торопились снять его тест, что решили по дороге в Петербург совершить его обкатку. Собственно говоря, я не смею терять ни секунды, потому что хорошая погода в Петербурге, большая редкость. Поехали прямо сейчас. Ну, как назло, в воскресенье, на второй день съемок пошел дождь. Как же это неожиданно для Петербурга. И мы были вынуждены перенести съемки речевой части на Москву. Встречайте новый G63 AMG. Yo, Selector. В России, да и на всем постсоветском пространстве, работает особое отношение к Гелендвагену. Считается, что на подобном автомобиле передвигаются сильные миры всего, которые способны решать любые вопросы. Причем как с одной, так и с другой стороны закона. Частично это действительно так. Вопрос в другом. Что манит сильных мира всего к подобным автомобилям? Неужели только лишь квадратные формы? Я думаю, что нет. Поскольку есть Nissan Cube, который тоже вроде как квадратный. Однако я что-то не видел бородатых брутальных мужиков, которые выстраиваются в очередь за этой японской малолитражкой. Выходит, что не только лишь квадратные формы привлекают сильных мира всего к Гелендвагену. Так в чем же секрет? Может быть три буквы AMG? Нет. Может быть мощный двигатель? Нет, потому что такое есть и у Каена Турбо, и у Рейндж Ровера. Так в чем же секрет? Почему такая мания сильных, брутальных мужиков к Гелендвагену? Дело в истории. Почти 40 лет назад иранский шах заказал у компании Daimler 20 тысяч внедорожников для армии. Конечно же, эта история закончилась не очень хорошо, поскольку именно в это время в Иране произошел переворот. Этот заказ пришлось отменить, только лишь часть этих внедорожников пошла в армии, причем в европейские. Ну а другая часть пошла в серию, но суть не в этом. Суть в том, что изначально Гелендваген задумывался как автомобиль, как боевая машина пехоты практически. Автомобиль для мужчин, которые знают автомат, знают нож, переваривают гвозди и могут спать по три часа в сутки. И сегодня, в 2018 году, канал DSC Off тестирует последнее поколение G63 AMG. Автомобиль, который призван перевернуть ваше понимание G63 AMG и не перевернуться самому в самом простом повороте. Это точно гелик? Ну, во-первых, ребят, я даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с двигателя. Он здесь новый для Гелендвагена, но не новый для Mercedes-Benz. Подобный двигатель мы видели уже на E63 AMG. Здесь он слегка дефорсированный, он развивает 585 лошадиных сил, 850 ньютон-метров крутящего момента. Но это все просто красивые цифры. Предыдущий гелик был не сильно слабее. Вопрос в том, что вкупе с новой коробкой передач, 9-ступенчатой, эта машина разгоняется до 100 км в час за 4,3 секунды. Причем в лучших традициях Porsche заявлено 4,5, а машина едет 4,3. Двух с половиной тонны кубик. С отсутствием аэродинамики вообще едет до 100 км в час так же, как ехали самые быстрые М-ки 15 лет назад. Ну, это ли не круто? То есть мы получаем новый двигатель, который гораздо технологичнее, имеет турбины в развале блока. Очень крепкий, меньше по объему, лучше по звуку, лучше по отдаче. Господи, неужели они учли все наши просьбы? Неужели они учли все? Сделали работу над ошибками и теперь просят большие деньги за вот это техническое превосходство. Кстати, о каких больших деньгах идет речь? Давайте спросим у Автору. Ищем Mercedes-Benz, модель G63 AMG. Все параметры. Выбираем последнее поколение, 2018 год. Мы видим, что на Автору огромное количество вариантов, но, друзья мои, приготовьте деньги, потому что самый дешевый из них обойдется вам в 14 миллионов рублей. Мы не могли снять этот тест без сравнения старого поколения с новым. Но сравнивать 6,3 AMG на бездорожье – это глупо, поэтому мы решили сравнить их по прямой. В этом мне поможет мой старый друг и товарищ SOS, у которого как раз гелик предыдущего поколения. Здорово! Расскажи про свою машину. 14 год, 6,3, 544 лошадки. Я знаю, о чем вы подумали. Я знаю и чувствую, ведь в этом поколении геликов был еще и рестайлинг, в котором было 571 лошадиная сила. И та машина была бы, скорее всего, чуть быстрее. Но львиное большинство, львиная доля владельцев геликов 6,3 AMG в Москве ездит именно на этом поколении с 544 лошадиными силами. Поэтому специально для них мы сейчас покажем сравнительный тест. Заезд по прямой на 1,2 мили. 804 метра. Мы поедем несколько раз. Мы на одном и том же топливе. И пускай победит сильнейший. Новый гелик 6,3 AMG. Старый гелик 6,3 AMG. Прямая Дмитровского автополигона. И сейчас мы поймем, насколько новый быстрее, чем старый. Потому что это 6,3 AMG. И гонки по прямой здесь играют очень немаловажную роль. Так, ну что, на третий сигнал 804 метра полмили. Поехали! Пожалуйста, не вставляйте этот позор. Пожалуйста, не вставляйте этот позор. Я стоял на паркерке. Господи, боже мой, какое позорище. Так, поехали! Пока что ровно. Начинаю уходить. Скорость 100 км в час. Корпус 140. 150. 160. 170. 180. Два корпуса. 200 км в час. Три корпуса. Уверенно лидирую. И первым пересекаем финишную линию. На мой взгляд, было примерно три корпуса. Уверенно, уверенно новый Гелендваген наказывает старый. Ну давайте попробуем еще раз. Закрепим результат, как говорится. Ох! Так, начинаю лидировать. Два корпуса. Три корпуса. 402 метра мы проехали. Колоссальная разница. Просто колоссальная разница. Едем дальше. 804 метра. Скорость порядка 210 км в час. И разница была корпуса 4 визуально. Другие камеры покажут лучше. Но здесь двух мне не быть не может. Новый Гелик заметно быстрее, чем старый. По крайней мере, по прямой. В дополнение к заезду я хочу сказать вам следующее. Мы разогнали оба автомобиля на Дмитровском автополигоне до максимальной скорости. В случае со старым Гелендвагеном это 210 км в час. Плюс-минус 2 км в час. В случае с новым Геликом это аж 245 км в час. Вдумайтесь, насколько сильно увеличили максимальную скорость сами немцы, понимая, что автомобиль стал гораздо более управляемым. Но вопрос даже не в этом. На 245 км в час я чувствую себя увереннее на новом Гелике, чем на 180 км в час на старом. И это не просто красивые слова. Это буквальный опыт. На 180 км в час на старом Гелендвагене вы успеваете делать только одно. Молиться. Так что же в Гелендвагене такого нового? В чем же революция? В чем же инновация? Что заставляет меня говорить столь громкими словами? Речь о том, что было всегда камнем преткновения Гелендвагена. То, что мешало его купить многим его фанатам. Это его управляемость. Из-за переднего моста машина не управлялась абсолютно. Но в новом поколении переднего моста больше нет. Есть независимая подвеска. Есть новые ощущения от управляемости. И самое главное, новая возможность конкурировать уже не только с УАЗиком и Дефендером, но и с другими пафосными и именитыми кроссоверами. Ты смотри, вот смотри, я сейчас раз, руль вправо, и машина поворачивает. И мы не переворачиваемся, мы поворачиваем. То есть раньше на Гелендвагене поворот руля равнялся перевороту. Это были тождественные значения. Теперь поворот руля означает поворот автомобиля. Вот самая большая разница между старым и новым Гелендвагеном. И она проявляется не только в повороте. Потому что старый Гелендваген требовал постоянных коррекций. Вы ускорялись по прямой, нужно было корректировать машину. Вот кто ездил на старом Гелендвагене, не даст мне соврать. Постоянно вот такие движения рулем были необходимы, чтобы машина ехала прямо. Более того, мне кажется, старый Гелендваген требовал коррекции за рулем, когда даже просто стоял на месте. Это как вы знаете, вот как на велосипеде. Вы уберете ноги с земли, положите их на педали, и будете пытаться сохранить равновесие путем постоянного дрыгания рулем. Вот то же самое было необходимо на Гелике, чтобы стоять на месте. Конечно же, я сейчас утрирую, конечно же, мне кажется, что у меня есть чувство юмора, но суть в том, что этого больше нет. Теперь вы можете разгоняться, держа руль одной рукой, а второй рукой релаксируя на коленке вашей подруги. Руку убрал. Да, конечно же, конечно же, не надо лукавить, не надо считать, что Гелендваген стал спорткаром. Это все еще автомобиль с очень высоким центром тяжести, сам по себе очень высокий. Сзади все еще мост, он все еще рамный. Но то, что было и то, что стало, это и есть значение метафоры неба и земля. Технические изменения коснулись не только коробки передач, не только мотора, не только передней подвески, но и вообще всего автомобиля в целом, поскольку он стал на 170 килограмм легче. Я, конечно же, не взвешивал, но это цифры, которые объявляет нам Mercedes-Benz. Давайте округлим хотя бы до 150, но это уже очень круто, потому что то, что мы видим на других моделях с каждым поколением, модели становятся тяжелее в среднем на 50 килограмм. Эта же модель, эта же версия Гелендвагена стала легче на 150 или на 170. Это очень классно. Это влияет на управляемость, это влияет на разгон, это влияет на потребление топлива и это влияет на самолюбие владельца. А что не есть важнее, чем самолюбие владельца, когда он выкладывает 15 миллионов рублей за версию 6.3 АМГ. Армия поклонников Геликов разделилась на две группы. Яблоком раздора стала внешность, поскольку она впервые за 40 лет действительно кардинально поменялась. И вы знаете, вопрос очень сложный, нужно разбираться, нужно спросить вашего мнения, но прежде давайте посмотрим, что же действительно поменялось и нравится нам это или нет. Начнем, пожалуй, с оптики. Есть вещи, которые видны невооруженным взглядом. Это отсутствие нижней реснички и мне кажется, это даже хорошо. То, что незаметно сразу, но заметно, как только вы видите автомобиль в темное время суток, это габаритные огни. Это вот это диодное кольцо, которое выглядит очень классно. Немножко теряется, конечно же, брутальность G-класса, но с другой стороны это отвечает современным канонам моды. Второе, то, что мы видим, это, конечно же, вклеенное лобовое стекло. Но спустя 40 лет мы этого дождались, мы этого добились, наши молитвы услышаны. Я думаю, что владельцы геликов старых сейчас вздохнули, и у них даже пошла скупая мужская слеза. Поехали дальше. Конечно же, это капот на новых опорах, это не видно, но если вы его откроете, что мы сделаем прямо сейчас, то мы заметим, с какой легкостью он открывается, открывая взор. Это я вспомню сначала, как это делается. Помните, как раньше открывался капот? Криво, косо, с большим усилием. Теперь это происходит вот так. Это было сложно сделать за 40 лет? Кажется, нет. Но дождались мы этого лишь в 2018 году. Также бросается в глаза новая решетка радиаторов. Но это фирменная черта всех современных Мерседесов. Это дань сегодняшнему дню. И, в общем-то, выглядит это тоже свежо, потому что старая, классическая уже для Мерседеса решетка выглядит слегка устаревшей. Поехали дальше. Другая сторона автомобиля. В принципе, в задней части Гелендвагена сконцентрированы три части, которые остались неизменными. Это запаска. Как видите, она на месте. Это дверные ручки. Как видите, они тоже остались неизменными. Ну и самое главное. То, за что любит Гелендваген и за что его одновременно ненавидят. Звук захлопывающейся двери. И причем делать это нужно именно с таким усилием. Самое интересное, что присоски на Гелендваген так и не предлагаются, потому что этот звук является фирменным для Гелендвагена. И каждый раз, когда вы будете садиться в новый или старый Гелендваген, поверьте мне, вы будете не дохлопывать стабильно дверь. Потому что вы не привыкли так хлопать. Последний раз вы так хлопали к холодильникам Зил лет 20 назад. А в этом Гелике нужно хлопать так всегда. Еще одни молитвы, которые были наконец услышаны, это перемещение камеры заднего вида. Что может быть проще, чем камера заднего вида? Она просто должна смотреть назад и показывать, проецировать это на ваш дисплей. Но в старом Гелике камера стояла вот здесь. Во-первых, она была ничем не защищена. Она была постоянно открыта, покрывалась пылью и грязью моментально. Но это полбеды. Знаете, что она показывала на полэкрана? Запаску. Это, конечно же, шедевральное просто решение, которое требовало очень многих лет. Просьба молить владельцев, чтобы камеру перенесли вот сюда. И теперь, когда вы включаете камеру заднего вида, вы что-то видите помимо своей запаски. Спасибо. Еще одно значимое изменение в задней части Гелика – это новая диодная оптика. Нарядная. Теперь ее видно издалека. Все замечательно, но есть нюанс. Что мы видим? Что мы понимаем? Что самые основные отличия – это решетка радиатора, это передняя диодная оптика и это задняя диодная оптика. И как-то раз, два месяца назад я передвигался по Кутузовскому проспекту и вижу новый Гелик. Ну, вернее, Гелик с новой оптикой. Я думаю, как же так? Машин еще нет в России, продажи еще не начались. Как же на улицах Москвы, на российских номерах, ездит новый Гелендваген? Я его догоняю. И что вы думаете? Конечно же, это был старый Гелендваген с китайской поддельной оптикой. О чем это говорит? Это говорит о том, что китайцы, во-первых, очередной раз заработают много денег, а во-вторых, ждите на улицах очень много новых фейковых Гелендвагенов. Девушки, будьте осторожны. Да, девушки, будьте осторожнее. Заглядывайте в салон, потому что там изменения поделать сложнее. Ну и теперь от мажорных изменений старого Гелика по отношению к новым перейдем к минорным. Конечно же, это салон. Ну, для кого-то это не будет минорным изменением, это будет самым важным изменением. Но, тем не менее, оно есть. Отрицать его глупо. Наконец-то в Гелике появился салон такой же, как в S-классе, такой же, как в E-шке 213-го кузова. Эти два огромных айпэда, куча различных фишек. Наконец-то у вас нет вот этого старого салона из 90-х, который надоел, который абсолютно не коррелировал с ценой автомобиля. Теперь здесь все красиво, теперь здесь все дорого, и теперь еще меньше хочется на таком автомобиле с подобным салоном залезать в грязи. Ну, спасибо. Вот, кстати, в этом заключается магия Гелендвагена. Потому что, передвигаясь на любом другом дорогом автомобиле, будь то GTR, 911 Turbo, да, давайте напишите, что GTR недорогой автомобиль, Ferrari, Lamborghini, хоть здесь, надеюсь, не будете спорить, вас не пропускают. В случае с Гелендвагеном 10 раз из 10 вас пропустят. Он раздвигает поток, как в свое время Моисей раздвинул море, когда шел по пустыне. Новый Гелик 6.3 АМГ. Кажется, он во всем стал лучше. Он стал быстрее, он лучше управляется, он красивее, и в нем теперь роскошный салон. Кажется, выиграли все. Но так ли это? Ведь раньше мы уважали брутальных владельцев Геликов за то, что они готовы были мириться с лишениями, готовы были подруливать, готовы были бороться с этой машиной, чтобы передвигаться на ней быстро. Это было сложной задачей, это было целой работой. Теперь же управлять новым Геликом даже 6.3 АМГ смогут блондинки, а что самое страшное, пареньки в обтягивающих джинсах. Хорошо это или плохо, напишите в комментариях. Ну а с вами была команда ТССО, меня зовут Гурам, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok